МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе по экономическому календарю самым важным событием было ожидание по процентной ставке и также экономический прогноз со стороны ФОМОС, Федерального комитета открытого рынка, ну и 23.30 в среду выступление Джерома Паула, главой Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. 23.00, когда были опубликованы данные по процентной ставке, ну и также экономический прогноз со стороны ФОМОСа, американский доллар резко ослаб по отношению к ключевым валютам, ну и также по отношению к золоту и нефтемарке Brent. Основная причина ослабления американского доллара не была связана по отношению процентной ставки, так как она сохранила значение 0,25%, а было связано экономическим прогнозом со стороны ФОМОСа на конец 2021 года. Итак, по мнению ФОМОС, ухудшились данные по прогнозу ВВП на 2021 год. Ранее они прогнозировали рост показателя ВВП на уровне 7%, а теперь спустили данный показатель ожидания до 5,9%. На 2022 год ожидается улучшение до 3,8%, ранее прогнозировали значение 3,3%. Ухудшение по прогнозам по безработице на 2021 год составляет 4,8%, ранее прогнозировали значение 4,5%, и сохраняется ожидание на 2022 год в районе 3,8%. Это практически тот же самый уровень, который был до КМВ-19. Она сохраняла значение 3,5% в то время. Ну и также повысили прогноз по инфляции. Передущее значение было 3,4% и повысили это значение до 4,2%. И на 2022 год повысили значение до 1 базиного процента. Передущее значение было 2,1% и ожидает значение 2,2%. Такой фактор как раз же повлиял в этой ситуации на ослабление американского доллара. Но во время выступления Джерома Паула все ждали самого основного. Когда же начнется сокращение количественного смягчения, на которое инвесторы уже ждут ответа с июля месяца. И здесь Джерома Паула сказал, что в скором времени она начнется. И все начали ставить ставки на ожидание на ноябрь месяца. И в связи с этим как раз же произошло на финансовых рынках резкое укрепление американского доллара. Так как остается еще два соседания. Ноябрьское и декабрьское. И участники делают прогнозы, что на 67% вероятности то, что это произойдет на ноябрь месяца. И из-за этого произошло как раз же на финансовых рынках резкое укрепление американского доллара. Ну и четверг была опубликована процентная ставка со стороны Великобритании. Она сохранила значение 0,01%. Ну и также выкуп облигаций по программе количественного смягчения сохраняется на уровне 20 миллиардов фунтов стейлинга. Общее составление выкупа гособлигаций составляет у Великобритании 875 миллиардов фунтов стейлинга. Центральный банк BOE прогнозирует то, что в четвертом квартале инфляция может выйти выше значения 4%. Но это будет краткосрочно. Когда произойдет именно спад и очень хорошее восстановление экономики. А это станет именно сигналом для того, чтобы сокращать количество смягчений. Но до тех пор Old Lady не планирует сокращать количество смягчений. Ну и в четверг, на конец дня, еще были опубликованы ключевые данные по Соединенным Штатам Америки. Это было число первичных заявок на получение пособий по безработице. Данный показатель становится ключевым индикатором для Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Потому что как раз если эти данные значительно понизятся, то в дальнейшем Федеральной резервной системе станет сигналом для начала сокращения количественного смягчения. И ускорит в этой ситуации даже рассмотрение объема сокращения по QA. Ну и также планируется полностью сократить количество смягчений до лета 2022 года. До этого момента участник рынка прогнозирует при первоначальном сокращении, какой объем может быть. Ставки делаются на уровне от 15 млрд до 20 млрд долларов ежемесячного сокращения. На этом фоне наши прогнозы, которые мы давали на прошлую рубрике по валютной паре евро-доллар и великанский фунт стейлинг по отношению американскому доллару, то что они уйдут в нисходящем плане и будут достигать определенных целей, практически были достигнуты. Валютная пара евро-доллар на конец торгового периода закрылась на отметке 1,17204. Общая динамика ослабления валютной пары составила 0,04%. Великанский фунт стейлинг ускорился при падении и достигла отметки 1,36663. В общем фоне понижение великанский фунт стейлинг процент соотношения составил 0,46%. Из-за вышесказанных событий два ключевых индикатора, которые играют ключевую роль на текущий момент для американского доллара, а это у нас казначейские 10-летние облигации, но и также индекс американского доллара, начинает расти. Индекс американского доллара на прошлой неделе выросло на 0,03%. А казначейские 10-летние облигации Соединенных Штатов Америки пробили отметку ключевого психологического уровня 1,385 и достигли для себя нового уровня по цене 1,454. Общая динамика укрепления составила 6,52%. Эти показатели являются ключевыми в текущем моменте торговли участников рынка по отношению к золоту. Если данные индикаторы показывают очень хороший рост, то, соответственно, золото начинает удешевляться по отношению к американскому доллару. И так и произошло. Золото ослабло по отношению к американскому доллару до уровня 1,750,465. Общее ослабление процент соотношения составило 0,26%. А нефть марки Brent у нас сохраняет восходящий тренд. Из-за роста спроса на энергоносители как раз же происходит повышение стоимости нефть марки Brent. И она достигла нового для себя уровня и закрепилась по цене 78,01$. Общая динамика укрепления нефти составила 3,60%. Ну и также хотелось бы здесь отметить то, что нефть марки Brent обновил свой предыдущий рекорд, который был установлен 6 июля. Тогда цена достигала отметки 77,90$. А здесь происходит как раз же обновление предыдущего хая, что дает дорогу на дальнейшую перспективу роста. Ну вот вы с вами разобрались с итогом прошлой недели и рассмотрели ключевые факторы, повлиявшие на основные активы. На предстоящей неделе ожидается немало событий. Ну и также на финансовых рынках сгущаются тучи. Из-за этого ожидаются опять же неопределенные колебания на финансовых рынках. Но давайте сперва ознакомимся с экономическим календарем, а потом поговорим о ключевых моментах. Субтитры создавал DimaTorzok Рассматривая экономический календарь на предстоящей неделе, хотелось бы отметить ключевые моменты. Один из них является базовый заказ на товар длительного пользования, который опубликуется в понедельник 27 сентября 17.30. Предыдущее значение равняется 0,8%. Прогнозируется значение 0,5%. Если данный прогноз выйдет фактически таким или же выше, то это говорит о том, что восстановление экономики Соединенных Штатов Америки постепенно идет налад. Если данный показатель выйдет ниже прогнозируемого значения, то это говорит о том, что Соединенных Штатов Америки надо задумываться насчет количественного смягчения. Опять же, сохранить его будет важным моментом для того, чтобы продлить его восстановление и дать экономике дальнейшего трендового роста. Во вторник опубликуются данные индекса доверия потребителей СВ. Предыдущее значение 113,8%. Ей ожидается значение 114,5%, что является фактически хорошим значением для американского доллара. В среду у нас будет выступать глава Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки Джером Пауэлл, который, опять же, будет комментировать значения по ожиданиям инфляции, ну и также по значениям текущего момента по уровню безработицы, который является ключевым триггером для рассмотрения дальнейшего сокращения количественного смягчения. Ну и 20,45% будет выступление главы Банка Англии Эндрю Белли, тоже будет акцент выставлен на инфляцию. В текущем моменте инфляция на территории Великобритании начинает расти и прогнозируемое значение находится выше 4%. Если данный показатель не приостановится выше 4,2% и выйдет выше зоны прогнозируемой со стороны Банка Англии, то это будет проблемой и в этой ситуации под удар будет находиться Великобританский фунт стейлинг по отношению американского доллара, что стремительно может его удерживить против доллара США. 30 сентября, в четверг, будут опубликованы данные по ВВП Великобритании второго квартала. Данные сохраняются в значении 4,8%. Если данный показатель останется без изменений, то Великобританский фунт стейлинг может попадаться против американского доллара. Ну и также годовое значение ВВП во втором квартале Великобритании ожидается в сохранении значения 22,2%. Но в Великобритании в последнее время происходит спад восстановления экономики. Если этот момент будет продолжаться, то она отобразится в значении ВВП. При слабых значениях Великобританский фунт стейлинг может ослаблено против американского доллара. Ну и также в Германии будет опубликовано изменение количества безработных. Предыдущее значение минус 53 кило и ожидается его выход в значении минус 35 кило. Ну и важным моментом в четверг станет число первичных заявок на получение посуды по безработице. Предыдущее значение 351 кило и ожидается его сокращение до отметки 328 кило. Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки в последнее время очень строго наблюдает за уровнем безработице на территории Соединенных Штатов Америки. Если данный показатель будет выходить соответственно на понижение или же гораздо значимо, чем прогнозируется данное значение 328 кило, то этот момент как раз же будет бустером для укрепления американского доллара и приблизит опять же ожидание по сокращению количественного смягчения. И поэтому инвесторы внимательно следят за данным показателем. Ну и в пятницу, новый финансовый год, ожидается у нас индекс деловой активности производственных секторов со стороны Германии. Предыдущее значение у нас 58,5 и ожидается сохранение данного показателя. Также данное событие у нас выйдет по Великобритании. Предыдущее значение у нас 56,3% и ожидается также его сохранение. Но в Соединенных Штатов Америки данный показатель, предыдущее значение равняется 59,9 пункта и ожидается его коррекция до отметки 59,5. Это были основные события, которые будут выходить на нынешние недели. Ну и теперь мы с вами переходим к прогнозам. По валютной паре евро-доллар на недельном таймфрейме формируется фигура нисходящего тренда. И здесь ожидается как раз же продолжение динамики укрепления американского доллара против евро. Ключевым моментом здесь является уровень поддержки по цене 1,668, который цена не смогла пробить и сформировала отскок цены. Текущее сопротивление находится по цене 1,17529. Если данное сопротивление будет пробито, краткосрочное евро может скорректироваться против американского доллара до следующего психологического уровня сопротивления, а это находится по цене 1,1800. Но при сохранении текущего нисходящего тренда, ну и продолжительность роста доходности облигаций и укрепления индекса доллара, как раз же говорит о том, что евро-доллар готовится к пробою уровня 1,1668 и дальнейший уход цены до отметки 1,1600, который является хорошим уровнем поддержки дальнейшего направления цены на понижение. По паре великанский фунт стеллинг по отношению к американскому доллару в недельном таймфрейме тоже сформировал разворотный тренд на нисходящее движение цены. Но тем не менее в пятницу великанский фунт стеллинг смог сформировать отбой от поддержки и сформировал свечную фигуру разворота на повышение на дневном таймфрейме. Если данная фигура будет сохранена, то в дальнейшем великанский фунт стеллинг может скорректироваться по отношению к американскому доллару до уровня 1,37200. Но на общем фоне американский доллар все равно кажется сильным. Два ключевых индикатора в виде облигаций индекса доллара говорят как раз об этом. В связи с этим как раз мы ожидаем пробитие уровня поддержки по цене 1.36.031 и дальнейший уход цены вертанского фунта стеллинга против американского доллара до отметки 1.35.450. Желтый металл у нас формирует новый фундамент для отскока цены на повышение. На текущий момент уровень сопротивления у золота находится по цене 1.757 за одну тройскую унцию, а уровень поддержки по цене 1.742 доллара. При росте цены и дальнейшем пробитии значения сопротивления по цене 1.757 золото для себя откроет путь на восстановление в виде коррекционного движения до отметки 1.770 долларов и 55 центов. Но если все-таки нисходящий тренд возьмет свое и американский доллар все-таки на росте доходности может в этой ситуации как раз же сопоставить альтернативный источник инвестиций, то золото может в этой ситуации уйти на понижение до отметки 1.708 долларов и 64 цента. Ну и последок о нефтемарке Brent. Черное золото у нас сохраняет свой восходящий тренд и дальнейшая цель у него 80 долларов за 1 баррель нефти. Основные причины, которые говорят о укреплении нефти, это является рост прогноза инфляции со стороны Федеральной резервной системы, сокращение запасов нефти в США, нарастающий энергетический кризис в Европе, ну и также отсутствие прогресса в иранской ядерной сделке. Эти моменты как раз же сохраняют восходящий тренд и также нашу цель по 80 долларов за 1 баррель нефти. Ну и также такого максимального значения нефтемарке Brent достигал в 2018 году. Тогда в самом пиковом моменте нефть достигала 86 долларов за 1 баррель нефти. А теперь инвесторы задаются вопросом, какой будет максимальный пик в этот раз, когда ожидаются холодные зимы, ну и также в текущей моменте отсутствует должного образа приложения при текущем месяце спросе на финансовых рынках. Спасибо за внимание, на сегодня это все. Желаем вам всем финансового успеха, инвестируйте, чтобы создавать дополнительные источники дохода. Не знаете как? Следите за нашим обзором мировых рынков на телеканале УЗРепорт ТВ, ну и также на сайте www.alparit.com. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова